Всем привет! Сейчас мы отправляемся на местный вещевой рынок. Я сделаю полный обзор, чтобы вы имели понимание, сколько здесь стоит и что по какой цене, за какую валюту можно купить. Пройдемте! Прежде чем приступить к обзору цен и знакомству с ассортиментом, разберемся, как выгоднее расплачиваться на рынках. Как правило, на рынках цены установлены в евро. И если у вас есть наличные евро или доллары, то проблем никаких. У нас, россиян, могут возникнуть проблемы с приобретением наличной валюты. Поэтому рассмотрим несколько вариантов расчета. Первый самый невыгодный способ рассчитываться рублями. Один евро вам пересчитают по курсу 80 рублей. Второй способ купить наличные евро в России. При таком раскладе один евро обойдется в 68 рублей. Третий способ самый оптимальный. Воспользоваться картой мир, снять наличные лиры в банкомате и рассчитываться на рынки лирами. При таком варианте курс составит примерно 63 рубля за евро. Также есть вариант оплата долларами. Скорее всего, примут к оплате один к одному. Теме расчетов, курсов, обменом валюты, снятию наличных было полностью посвящено предыдущее видео. Посмотрите. С деньгами разобрались, идем за покупками. Начнем с обуви. Кроссовки. Выбор большой, цены в среднем от 15 евро до 30. В данной торговой точке стандартная цена на кроссовки по 19 евро. Что-то есть и по 9 евро. Детские по 6-7 евро. Если верить продавцу, то все это вьетамского производства. Единственная сложность. Если вы являетесь счастливым обладателем 45 размера ноги и выше, то вероятность купить себе что-то снижается в разы. К слову сказать, во Вьетнаме тоже проблемы с большими размерами. Кожаная обувь. Это уже турецкое производство. Тапочки, босоножки, макосины. Вполне качественные, удобные и вполне симпатичные. Оля, сколько стоит? 12 евро. Все верно. Все вот это натуральная кожа. И все это 13 евро. Коралки 5 евро. Нужно брать. Джинсы от 15 евро. Продавцы очень благосклонно относятся к видеосъемке. Реклама, однако. Ремни. Понятно, что не кожа. Костюмы по 15 евро. По отдельности толстовки и штаны 9 и 10 евро соответственно. Маечки по 5. Маечки по 5. Топики по 5 евро. Футболки от 4 до 15 евро в зависимости от качества. Модели и желания продавца кубыстрее продать свой товар. Трусселя 9 евро за 10 штук. Есть и подороже. Леггинсы 10 евро. Шарфики по 5 евро. Цены на полотенце колеблется в зависимости от качества и размера. Кошельки ведущих мировых брендов. Различные кружки, безделушки. Восточные сладости, лукум, конфеты. Много всего вкусного и красивого. Но все же такое лучше покупать в супермаркетах. Например, в Мигросе, если, конечно, он есть у вас поблизости. Косметика, мыло, парфюмерия. Очки солнцезащитные. Ты просто неотразима. Неужели кто-то еще покупает магнитики? На этом рынке есть еще потайная комната, где все по 5 евро. Прямо фикс прайс. Распродажа реальная. Все, что вы видите, все абсолютно по 5 евро. Даже обувь можно купить за эту цену. Выбор небольшой. Так сказать, остатки коллекции. Если вам подойдет по размеру, то вам повезло. Вот такие кроссовки обошлись в те самые 5 евро. Туриста. Мы посмотрели основные, самые популярные у туристов позиции. А так еще много чего интересного и не очень. Но, как говорится, необъязнь необъятная. По счётам звуки проводов Camp preventät hill. И соPoint к карони соцсет дефицит на 청не на диверс%. pueden прин house нас не препятных меди проектов, а также в пыхают на автодо это мир. Ако антоливают? Спасибо заard! Важная часть!